Украина, Бобченко предложил убивать в тюрьмах без суда и следствия, Агравакс, Франция Кристельниан, Агравакс, Франция 11 сентября 2019 года Этот комментарий был сделан до обмена заключенными, который состоялся в субботу между Украиной и Россией на фоне слухов о включении в список Владимира Цемаха Вот его комментарий, я то все по-своему По старперски, по ретроградски, по-прежнему думаю, что Цемахи должны случайно по утрам обнаруживаться в камере с диагнозом острая сердечная недостаточность А рядом следователи находят непонятно как попавший туда и вроде случайно обороненный голландский гульдин, и так по всему ДНР, эпидемия инфарктов и гульдинов, а нет Да, да я все помню и все понимаю про показания, и про трибунал, и про ГАГУ Вот что-то я совсем не испытываю энтузиазма от мысли, что Цемах будет встречать свою счастливую удавшуюся старость на побережье голландских каналов Как-то, по-моему, сильно изменились приоритеты морали в этом мире, не находите? Читая этот бред, на ум приходит мысль, что воскресенье Аркадия Бобченко в прошлом году, похоже, разрушило нейроны головного мозга и нравственное сознание этого журналиста Убийство подозреваемого до того, как он получит право на судебное разбирательство называется внесудебной казнью и такой метод применяется только при диктатуре То, что этот господин журналист называет изменением приоритетов морали, называется международным правом и конвенцией прав человека Как-то не очень пристойно делать вид, что защищаешь права человека и публично призывать нарушать их в своем канале Телеграм Одновременно жалуясь на то, что они изменили приоритеты морали Когда кто-то говорит, что сбежал от диктатуры и произносит слезную речь об этом, как это делает Бобченко в своем посте Самое меньшее, что вы можете сделать, это не предлагать применять метод, достойной диктатуры Уровень когнитивного диссонанса зашкаливает Читая этот пост, думаешь, какое счастье, что Владимир Цемах оказался в России Иначе бог знает, что могло случиться с ним в тюрьме, если бы какой-то псих послушал Бобченко Этот пост Бобченко очень прекрасно иллюстрирует, чего стоят демократические ценности постмайдана Украины Которые он активно пропагандирует, и несистемной российской оппозиции, из которой он вышел Эти люди утверждают, что борются за демократию Но их слова и действия показывают, что на самом деле они хотят создать новую диктатуру Отсутствие реакции ЕС на публично высказанную мерзость в очередной раз показывает, что значит эти самые демократические ценности для тех, кто выступает в качестве их защитников Молчание, пускай пишут, ничего страшного Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...